Это из фундаменталов. Помните, что так как сестринство – это у нас и искусство, и наука, в науке обязаны быть свои теории. И у нас есть очень много разных теорий, но есть такие, которые прям очень сильно популярные теории. С очень сильно популярными теориями вы должны быть примерно хотя бы отдаленно знакомы. Здесь, если вы не знаете, то вам будет очень трудно на этот вопрос ответить пальцем в небо. Но я хочу вам сказать, что вот честно, у меня, даже несмотря на то, что я училась уже достаточно долго, как только я вижу cultural nursing, у меня сразу в голове вот эта фамилия Ленинджер. И теорию мы читали как отрывками, только в книжке она нам показывалась. Но они так вбили нам это в голову, что даже несмотря на столько лет прошло, я до сих пор помню. Transcultural – сразу у меня Ленинджер в голове выступает. Так и у вас должно быть. Вот это надо зазубрить просто. Потому что по-другому никак не отвечу на этот вопрос. Тут нет логики, тут просто надо знать. Она писала о том, как правильно заботиться о людях, которые из другой культуры находятся. Не находятся, а есть. Но мало того, что мы знаем, что теперь Ленинджер у нас рассказывает про культурные и транскультурные нюансы ухода за пациентом, мы сейчас будем знать еще других теористов. Джин Уатсон говорила про то, что сестринство должно в основном фокусироваться на том, чтобы предотвращать болезни, приводить людей обратно в здоровое состояние и ухаживать за больными людьми. Вот это была ее теория. Она фокусировалась на том, что мы должны предотвращать болезни и возвращать людей к здоровой жизни, насколько это вообще возможно. Дороти Джонсон, она говорила про системы. Она говорила про системы, и это больше тут идет граница с психологией, что если одна какая-то система у нас нарушена, то вторая система тоже нарушена, и функциональность человека зависит от того, насколько системы все работают, и психические, и психологические, и внутренние тоже физиологические. То есть вот это системы. Значит, если вы видите слово система, сабсистема функционирования, сразу вспоминайте Дориффи Джонсон. И последнее, Берри Ньюман, у нас есть такая тоже женщина. Ее, в принципе, теория была про стрессоры. Если чем больше разных стрессоров на пациента налегает, тем, соответственно, он становится более больным. И ухаживать нужно за ним, исходя из того, какие стрессоры были причиной заболевания. Еще есть одна такая очень знаменитая теористка, теористка, я не знаю, как правильно сказать, исследователь в сестринстве. Ее звать Patricia Banner. И она еще живая, насколько я знаю, потому что многие из этих людей уже умерли давным-давно. А Patricia Banner, она живая, она написала очень много книг, и ее теория называется novice to expert. Ее теорию изучают активно, ее теорию применяют в разных исследованиях сестринских, которые проводятся. Она рассказывает о том, как человек проходит вот это превращение, не человек, а медсестра, как медсестра проходит превращение из новичка в хорошего, уже такого твердого специалиста. У нее есть там этапы, которые человек должен пройти определенные. Она эти этапы разделяет примерно по времени, сколько примерно времени занимает у каждого, у каждого из нас на каждый период вот этого прохождения. И, в принципе, ее теория именно касается того, вот как мы превращаемся с гусеницы в бабочку примерно, если такую аналогию провести. Но она именно рассказывает, как мы превращаемся из совершенно новых зеленых медсестер в твердого уже хорошего специалиста, который уже твердо стоит на ногах, может обучать других людей и так далее. Очень-очень-очень популярная теория. Ее часто можно видеть в разных местах, и в исследованиях, и в вопросах она тоже может попасть, именно потому что она так огласки, ее теория очень сильно придана. Поэтому вот из этого, что я хочу, чтобы вы вынесли, это запомните основные вот эти вот вещи. Опять-таки вам не обязательно запоминать прям все, но ассоциативным методом. Ланинджер у вас должна ассоциироваться с культурными и транскультурными вещами. Латсон у нас должна ассоциироваться с restoring health and preventing illness. Дороти Джонсон должна у нас ассоциироваться с системами, субсистемами. И Берри Ньюман со стрессорами. И Патрича Беннер, это вот другой пример, который я вам привела, от начальной стадии до профессионала-медсестры.